Море детей и взрослых в ярких костюмах Воспитанники школ, детских садов и учреждений дополнительного образования города вместе с родителями сделали кормушки для птиц. Фантазия не ограничена. Здесь есть избушки, дворцы и даже животные. Октябрьский район, детский сад 121. Мамочка Екатерина Валерьевна своими руками сделала две кормушки. Кошка и собачка. Даже если кошки не дружат с птичками, то наша кошечка дружит. Вот такая интересная кормушка с собственными руками сделала мамочка. Вот как бы кормушки мы сегодня повесим птичкам, да, потому что, чтобы они кушали. Ну а самый большой домик у ресторанов, потому что там продукты и птички, они будут летать ближе к ресторану и будут сыты всегда. Все ли из вас готовы защищать природу и ее богатство? Готовы? Да! Почетные гости праздника говорят о том, что заботиться о природе нужно постоянно. И это заложит основу для хорошей экологии в будущем. Так как это год защиты заповедных зон особо охраняемых природных территорий, конечно, большой раздел в этом плане – это парки, скверы благоустройства, создание новых парков. Посадка деревьев, цветочное оформление, творческие работы, тропа Поустовского, Солоча – это очень такие хорошие мероприятия, добрые и красивые. Планы по благоустройству Центрального парка культуры, где мы сейчас с вами находимся, также будут продолжены и в этом году. В бюджете предусмотрены денежные средства, и поэтому все работы будут продолжены. И парковая мебель будет обновляться, ремонтироваться, будет реконструкция освещения. Ну и самое главное мероприятие, которое ждут рязанцы – это реабилитация рюминского пруда. И вот создатели кормушек отправляются развешивать их на деревьях парка. Арт-объект, дворец, космический корабль. Кормушка может выглядеть как угодно, главное – в ней никогда не должна заканчиваться еда. С наступлением холодов многие пернаты не улетают от нас в теплые края, а остаются зимовать вместе с нами. Но в отличие от нас, у них нет еды под боком, поэтому наша задача – помочь им дожить до тепла, сытыми и здоровыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фантазия делает все лучше. Так обычную кормушку для птиц можно превратить в комфортабельный трехкомнатный дворец. Смотрите, здесь птицы могут погреться и отдохнуть. Здесь поесть севечек. А здесь поклевать сало. Да, я всегда делала кормушки в школе, но и даже мне посчастливилось делать это в гораздо позднем возрасте. Я делала их в институте, и кто бы мог подумать, моя деятельность, я счастлива, что очень связана с экологией. Последнюю кормушку я сделала ровно полтора года назад. Сразу хочу сказать, что мне казалось, что очень легко сделать кормушку, но на самом деле есть очень много правил для того, чтобы сделать кормушку более приспособленной для птиц. А также самое главное, не оставлять ее без присмотра. Постоянно приходить и подкармливать птиц. Сегодня, кстати, хлебозаводы муниципальные, они будут раздавать бесплатный корм для птиц в конвертиках. Это хлеб, кружки хлеба, которые можно есть птицам. Открытие года экологии стало интересным для участников всех возрастов. На аллее парка проводят эко-викторину по страницам Красной книги области, наблюдают за птицами в бинокль, учатся мастерить скворечники и пишут свои пожелания на эко-дереве. Так, свое желание было? Почистить пруд. Который? Пруд у нас находится в парке, он загрязненный. Если бы этот пруд был чистый, дети могли бы в нем купаться. Все это бы хорошо сказалось на нашем городе. Берегите природу, сделаем вместе нашу природу чище, охранять ее будем. А что для этого нужно сделать, чтобы она была чище? Нужно бережно относиться, соблюдать правила. Ну, окружающие природы нашим предприятиям. Держите мастер, и все будет у нас хорошо. Еще одна важная площадка праздника – передвижная эколого-аналитическая лаборатория управления по делам ГУ и ЧС Рязани. В основном мы выезжаем по заявкам жителей. В каком-то районе, если люди ощущают запахи какие-то посторонние, они звонят на телефон 112, и по заявке мы выезжаем туда. Ну, у нас два основных района, откуда, как всегда, поступают. Это Дашки-Песочный, это где-то район Советской Армии. Немножечко выше туда, в Новоселок бывает. И так же бывает в сторону Канищева, это где-то, не доезжая сельских строителей, где-то вот эти два района такие основные. Ну, а так вообще по городу много, когда жалуются бывает. Ну, конечно, больше это паника. Просто сосед что-то зажег, запах появился, люди, ага, вот у нас что-то произошло. А сейчас лаборатория проверяет качество воздуха в Центральном парке. Сейчас этот есть замер, он начался с 11 часов, лаборатория замеры эти все сделала. И вот сейчас мы можем, я могу вам показать результат этих замеров. Превышения никаких не выявлено, кроме ЦО. То есть это из-за того, что автомобиль работает наш, периодически он забор берет немножечко. Но сейчас вот проверили, последние 20 минут уже ничего нет. То есть машина не работает, не заводилась, поэтому последние 20 минут ничего не было. Игры, танцы, площадки экологического Рязанского альянса и городских вузов. Праздник получился разнообразным. Главным его итогом стало появление в парке множества кормушек, где птицы найдут себе пропитание до весны. А люди должны не забывать пополнять птичьи столовые. Эта маленькая помощь природе может стать первым шагом на пути к зеленому будущему. Татьяна Клемешева, Дмитрий Соколов, РВТВ.